Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы завершаем сегодня с вами рассмотрение первого послания Коринфянам, одного из самых крупных и объемных посланий апостола Павла. И завершает это послание, собственно говоря, какие-то практические наставления, которые касаются организации церкви и людей, которые связаны непосредственно с апостолом Павлом, или были раньше им упомянуты. Итак, при сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлюсь письмами для доставления вашего подъяния в Иерусалим. А если прилично будет им не отправиться, то и они со мной пойдут. Вот одна из немаловажных составляющих церковной жизни, сколько бы мы здесь ни говорили о духовности и о богословии, о прочих составляющих, все равно материальная сторона вопроса, она существует, и от нее невозможно полностью уйти. Здесь в послании апостолов говорит о сборе для Иерусалимской церкви. Дело в том, что Иерусалимская церковь оказалась в довольно враждебном окружении, и люди, которые составляли Иерусалимскую церковь, они, собственно говоря, как мы знаем, из деяний никаким образом себе на хлеб не зарабатывали, не трудились. Костяк этой церкви стоял из Галилеин, которые пришли в Иерусалим, из другой области. И поэтому, естественно, эта церковь, она нуждалась в внешней помощи. Мы знаем из книги «Деяния», что некоторое время существовало так называемые продажи имущества. Люди продавали свои имения и на деньги, которые получали, содержали церковь в какое-то время. Но, естественно, это не могло продолжаться бесконечно. И вот из уже своих миссионерских путешествий, из образованных им языческих общин апостол Павел приносил в Иерусалим пожертвования для того, чтобы Иерусалимская церковь могла продолжать существовать, для того, чтобы действительно ее жизнедеятельность не была связана с какими-то материальными трудностями и проблемами. Но, конечно, еще существует некий вопрос. Мы знаем, что Иерусалимская церковь состояла в основном из иудеев-христиан, притом из таких довольно ревностных приверженцев иудаизма. А пожертвования им приносились от языка христиан, от тех, кто еще вчера был язычниками, от тех, кто только недавно пришел ко Христу. И, в общем-то, прием этих пожертвований, он тоже представлял собой некую проблему, которая обозначена в книге «Деяний». Но здесь, по крайней мере, апостол Павел говорит о том, что, конечно, это пожертвование он готов в Иерусалим отнести сам. Для него это было важно. Ведь мы помним, что его противники утверждали, что, в общем-то, он занимается некой самостийной деятельностью, он никак не связан с Иерусалимской церковью, с матерью, что он, собственно говоря, и апостолом-то не вправе себе именовать. И вот эта связь с Иерусалимской церковью, она существовала, и она была довольно существенной, потому что апостол ввел в Иерусалим многочисленные пожертвования. Но здесь важно отметить, что делал он не сам. Он денег этих не брал в руки никогда. Их везли представители этих церквей. И при том, здесь апостол Павел поясняет, каким образом должен осуществляться этот сбор. Не тогда, когда он придет в какую-то конкретную церковь, и все должны что-то ему там насобирать, каких-то денег. Нет. Он говорит, что этот сбор, он должен быть планомерным. То есть каждую неделю человек или церковное собрание должны откладывать, и чтобы постепенно происходило накопление. И вот этот накопленный деньги, эту сумму, он и тогда возьмет у них и с кем-то из представителей церкви, чтобы его никто не мог обвинить в присвоении чужого. Он и повезет в Иерусалим. И, ну, казалось бы, это все понятно, но мне бы хотел здесь еще один момент привести. А именно, мы помним, в Евангелии Господь говорит, не заботьтесь о завтрашнем, завтрашний день он сам позаботится о себе. Как совместить эти слова с Евангелия, с тем, о чем мы что-то говорили? Казалось бы, эти слова, они исключают всякую заботу, не нужно ничего откладывать. Вообще, на завтрашний день, в принципе, можно и не нужно ничего делать. А здесь вот такая вот целеправленная работа, деятельность по сбору денег. Казалось бы, они как бы исключают друг друга. И действительно, эту максимуму евангельскую, ее трудно понять, или, по крайней мере, применить к жизни. Ну, потому что накопления, они так иначе неизбежны. Они существовали и будут существовать. Но Господь говорит, наверное, о том, все-таки, чтобы человек, он как бы не прилиплялся к деньгам, чтобы он не жил лишь в будущем, которое ему не принадлежит. Он умел бы жить настоящим, тем, что происходит с ним сейчас. Но это не исключает некого попечения о будущем. Тем более, речит не о самих себе, в случае апостола Павла, а о том, чтобы оказать достойную, весомую и заметную помощь матери церкви. И далее апостол Павла делится своими планами. Он говорит, я приду к вам, когда приду в Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас, может быть, поживу или перезюмую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь, пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфисе я же пробыду до Пятьдесятницы. Но надо сказать, что эти планы апостола Павла, они не получили полноценного осуществления. Об этом мы знаем уже из Второго послания к Коринфинам. Приход в Коринф был довольно драматическим, и апостола Павла там оскорбили, и он вынужден был даже покинуть Коринф, потеряв отчасти некоторый контроль над Коринфской церквью. Но, тем не менее, сейчас об этом тоже нужно сказать. И пока апостол Павел этого ничего не знает, и довольно радужно надеется, что в Коринфе ему будет оказан достойный прием, и даже планирует там перезимовать. А в Эфисе, где он находится, для меня, как он говорит, отверстие великое и широкое дверь, и противников много. Ну, это тоже характеристика очень важная. Действительно, именно в Эфисе апостол Павел испытал эти состояния, о которых мы говорили бы, там он был и приговорен к смерти, по-видимому, и побывал даже на арене цирка, от чего был освобожден, но остался там, не ушел. И, несмотря на то, что противники были по-прежнему, апостол Павел не пытался дезертировать, он не уходил из Эфиса, он продолжал там свою деятельность, вот вопреки всем этим ситуациям. И это, несомненно, показывает нам мужество апостола, потому что знаем, что как только возникают какие-то препятствия в жизни, мы очень часто сходим с пути, мы очень часто пытаемся куда-то ретироваться. Апостол Павел был не такой, он готов был идти до конца, не обращая внимания даже на последствия, на возможную смерть, лишь бы это не проявилось каким-то образом, не положило тень на дело Христова. Он не мог проявлять малодушие в этой ситуации, он не мог здесь просто сбежать. Он должен был отстаивать дело Христа до конца. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он знал дело Господне, как и я». Но Тимофей был молодой человек, и мы знаем это из первых посланий Тимофея, второе послание было одним из самых близких для апостола Павла людей, но возможно, что его молодость каким-то образом могла быть воспринята не должна. Вот поэтому послал Павла говорит о значимости Тимофея для себя лично. «Посему никто не приберегай его, но проведите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Но мы не знаем, почему Аполлос не хотел прийти в Каринф, он бывал, мы уже об этом говорили, возможно, у него были какие-то другие планы в тот момент, но тем не менее он не отказался, сказал, что придет в Каринф тогда, когда ему будет удобно. «Бодрость, стойте, вери, будьте мужественны, тверды, все у вас добудется любовью». Тоже очень важное наставление, «все у вас добудется любовью». Если мы помним, что именно любви апостола Павла в этом послании посвящает замечательные слова, и на самом-то деле эти слова действительно прекрасны. Как бы не случайно Блажен Августин в последствии сказал, «люби, делай, что хочешь», чтобы любое дело свершалось любовью. А если в нем нет любви, значит, что-то в нем не так. Есть в нем какой-то изъян, какая-то ущербность, может быть, даже что-то греховное. Поэтому это такая замечательная проверка любого дела, любого поступка, а, наверное, любой мысли, которую мы совершаем. «Прошу вас, братья, будьте и вы в семействе Стефана почтительны, он из начаток Ахаи посвятил себя на служение святым, и будьте и вы к таким содействующим, трудящимся, рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнят для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Мы видим, что апостол Павел, посещая разные лица, несмотря на довольно большое расстояние между Эфесом и Коринфом, тем не менее они приходили к нему за духовным наставлением, за решение каких-то вопросов, и апостол Павел очень высоко ценил таких людей, как своих сподвижников, и просил Коринфян оказывать им всяческое почтение. «Приветствует вас церкви осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней церковью». Акила и Прескила также были в Коринфе, также вместе с Павлом они были названы основателями коринфской общины. Семейная эта пара. «Приветствуют вас, братья, приветствуйте друг друга святым целованием». Вот один из признаков христианского братства, христианского любви, целования, которым люди приветствовали друг друга, как родных, как близких, потому что церковь – это действительно семья, и в ней все братья и сестры. И целование – это то, как приветствовать самых близких, самых родных, самых значимых людей. «Мое Павлово приветствие собственноручно, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа». Слово «маранафа» или «маранафа» – «Господь грядет» или «греди Господи». Это арамейское слово, и апостол Павел сохраняет его, не переводит его каким-то образом. Почему? Потому что действительно, скорее всего, это слово использовалось в литургической жизни. Может быть, богослужения или какие-то молитвы. Они заканчивались этим возгусом маранафа – «Гряди Господи». И они отражают действительно это главное измерение, которым жила ранняя церковь – пришествие Христова. И, конечно, оно накладывало особый отпечаток на все, что происходило, на всю организацию церкви, как мы видели, на направление деятельности, на оценку тех или иных поступков. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что Господь грядет как судья. И тем самым вся наша жизнь, все наши деяния, поступки, слева и мысли, они предстанут перед судом Божьим. С другой стороны, было бы неверно быть в этом лишь ожидания вот этого судного дня, дня Господня. Нет. Это слова молитвы. Мы просим Господу прийти, так же, как мы говорим каждый раз, «Да придет царствие Твое». И это не просто повторение, не просто какой-то пустой звук, это действительно слова надежды, слова надежды на спасение, на избавление. Гряди, Господи, потому что с этим пришествием, с этим приходом христиане связывают и свое спасение, и свое избавление, и, конечно же, воскресение мертвых, которым апостол Павел подробно рассказал в предшествующей 15 главе. Поэтому, на самом-то деле, Второе пришествие, оно никогда не было таким предметом каких-то страшилок, ужасов, апокалиптических картин. Нет. Это был возглас именно надежды, упования, ожидания той встречи, которой направлена была вся жизнь, все деяния, все стремления. И вот это ожидание, оно действительно переполняло раннюю церковь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Вот собственноручно апостол Павел завершает это послание. Мы знаем, что он пользуется услугами секретаря, и лишь в конце подписывался сам. И важно то, что апостол Павел говорит, любовь моя со всеми вами во Христе. То есть, конечно, мы видим, насколько, может быть, непостоянный, изменчивый, разноплановый, разношерстный была Коринфская церковь. Разные группы, разные социальные деления, ну и так далее, и так далее. Сейчас не буду же перечитать все то, о чем мы с вами говорили на протяжении анализа этого большого послания. И много проблем, проблем, которые доставляли, конечно, апостолу Павлу много боли, переживаний. И случайно он здесь в конце упоминает, что те, кто его посетили, они успокоили его дух. Так это был апостолу важно, так это подозначено было. Потому что, конечно, он не мог не переживать за Коринфскую церковь. Ведь в Коринфе он пробыл довольно долго, там полтора года. И поэтому, конечно, все то, что там происходило, все это состояние некой незрелости и одновременно осознание какой-то своей духовной продвинутости, все эти проблемы, они не могли апостола Павла не волновать. И, кроме того, об этом будет говориться дальше во втором послании к Коринфянам, там была довольно серьезная позиция по отношению к апостолу Павлу. И здесь это тоже есть. Мы это видели. Не все признавали его авторитет, не все видели в нем отца Коринфской церкви. И вот тем не менее, вот апостол Павел говорит, любовь моя со всеми вами. Этой любовью он обнимает и всех. Всех объединяет, всех хочет примирить. Для него нет здесь какой-то избирательности, какой-то исключительности. Для него важны все и каждый. И, несомненно, это замечание, оно не случайно, потому что на самом-то деле именно любовь, она продиктовала апостолу Павлу это послание. И эту любовь он делится со своими адресатами, завершая этот замечательный текст, это удивительное письмо.